Продолжение следует... 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 дополнять, что-то убирать. Но тем не менее у нас все-таки сложилось некое представление о том, что представляется собой христианство, и важно было бы его изложить для того, чтобы вообще понимать, куда мы движемся, и что мы имеем в виду, когда говорим, что есть некое учение христианское, что есть некое христианство в смысле его содержания. Вот в общих чертах это можно сделать. Я вот и предлагаю сейчас это именно изложить, попытаться, я буду как бы рассказывать, а вы там, если какие-то будут возникать пояснения, тоже добавляйте, чтобы сложилась общая картина. Может к этому общих совместными усилиями пришли. Общая картина состоит в следующем. В свое время обсуждали вопрос, что такое праведность. Да, вот есть праведность, есть некая праведность, которая зафиксирована в Верском Завете, а есть некая праведность, которая зафиксирована в Новом Завете. И вот если сравнивать эти две праведности, нельзя сказать, что это одно и то же. Праведность как-то есть некое отношение к Богу. Да, под праведностью понимается исполнение Божьей воли. И вот Бог, прежде всего, конечно, еще до великопадения, как бы вот у него была какая-то своя воля, он заповедовал какую-то одну заповедь. Причем запресс состоял в том, что не ешьте от плодов дерева познания. Собственно, был какой-то один запрет. И вот люди его нарушили, и возникло грекопадение. То есть, собственно, если бы люди этот запрет не нарушили, то они, пока они его не нарушили, они были праведными. То есть, так же понимается о Ветхом Завете, что есть некие десять заповедей, которые Бог заповедал нам. Ну, будем говорить о десяти заповедях, хотя на самом деле можно обсуждать, что в Ветхом Завете присутствует больше заповедей. И евреи там выделяют их больше, порядка 600, что ли, совсем приписание. Это же заповедь отрицательный, там, не ешьте, да? Да. По-моему, я могу ошибаться, но проверяйте. Он дал еще положительный заповедь, поедите и размножайтесь. До грекопадения. Может быть, я ошибаюсь, а может быть, после грекопадения. Нет, по-моему, после грекопадения. Нет, почему? До. Но когда створил их, человек, он сказал, живите и на наполняйте землю. Ну, ладно, это, как бы, уже, в частности, сильно можно проверить, посмотреть. Мы уже обсуждали это. Суть вопроса в чем состоит, в чем, как бы, ветхозаветная праведность-то выражается. Оно выражается в том, что человек должен соблюсти некие законы, да? То есть, Бог не требует от человека какой-то внутренней праведности, да? Не требует в каком-то отношении его души, да? Он требует от соблюдения некой формы. И вот от соблюдения этой формы можно выразить в двух вещах. Можно это выразить в том смысле, в каком раб повинуется господину, да? Вот это из страха наказания. Это одно понимание. Другое понимание, как некий наемник, да? Он нанимается господину на работу, да? И вот за некую плату. И праведник как бы исполняет заповеди просто потому, что от Бога ожидают некой награды. Ну да, Бог этого завета – это такой единый сектор, который как бы не видит еще перед собой человека, как человека с таким сознанием, которому можно было бы дать откровение на его заветное, и он его просто дрессирует как собаку. Ну, на самом деле, я бы на это немного возразил. Дело в том, что просто единицей взаимоотношений человека и Бога, человека с большой боку и Бога, да, в Ветхом Завете является не отдельный человек, а род Израиль как целое и Бог. То есть не каждый отдельный человек вступает в отношения с Богом, а в отношения с Богом целый род человеческий, да, ну а имеется в данном случае род иудейский, да, то есть лучше говорить Израиль, да, потому что Израиль как целое вступает в отношения с Богом. И вот этот Израиль уже, между прочим, в Ветхом Завете является сыном Божьим, а каждый отдельный член рода является рабом. Но за исключением праведника, потому что то же самое Авраам, когда Катерич заходит об Авраам, то как он становится праведником? Он становится праведником не по закону, а там буквально такая фраза была раненькая, Авраам поверил в Богу и вера вменилась ему в праведник. Правильно, то есть уже все-таки в Ветхом Завете какие-то начатки того Нового Завета присутствуют. То есть на самом деле нельзя говорить, как ты сказал, что он дрессирует. Я согласен, только нельзя, поэтому он не... Ну народ он дрессирует, что? Ну там... Ну народ он дрессирует как целое, для него единицы и отношения являются не отношения с каждым конкретным человеком, а все-таки с народом. А праведники, ты правильно сказал, во-первых, они на особым счету находятся, а во-вторых, иногда просто эти праведники являются выразителем некой воли народа. Ну как бы как представители, как депутаты своего рода. Но в любом случае отдельные люди не понимаются, как дети Божьи. Вот этого понимания взаимоотношения Бога и человека нет. И даже если термин такой употребляется, то все равно вот этот термин, поскольку ведь тогда, в те времена, этот термин Сын Божий там, то есть Сын Человеческий, даже если говорить о человеке, не носил того характера, какой он присутствует в Новом Завете. Потому что взаимоотношения Отца и Сына тоже носили достаточно формальный характер. Ну, для того, чтобы это понять, просто надо осознать, в чем состоит праведность Новозаветная, в чем там состоит прибавление. Если в Ветхом Завете человек исполняет, а прежде всего народ, конечно, должен исполнять, ведь там всегда ищет о народе. Если народ исполняет волю Божью в том смысле, что он должен исполнять некие заповеди Божьи, народ не понимает, почему он это должен делать. Есть некая внешняя сила, тяготеющая, Бог, и он как бы принуждает остальное человечество исследовать его воле. То есть в каком-то отношении это внешняя сила, в каком-то отношении, и даже если человек вдруг начинает следовать воле Божьей, исходя из внутренних побуждений, то все равно это побуждение вот именно с точки зрения награды. Хотя здесь присутствует, конечно, фигура Йова, да, которая немножко особняком стоит, да, то есть у Йов не ради награды, да. Все праведники стоят особняком, потому что они уже являются не родовыми как бы субъектами, а не личность. Наверное, да. Наверное, кстати, ты, наверное, вот это уточнение, оно правильное. Ты прав. Наверное, праведники, да, вот уже Йов, он уже показывает некую уже другую, другой смысл того, что представляет собой праведность. Так и вот так же. И поэтому, когда мы переходим в лоно новозаветного понимания праведности, да, то там возникает вот так следующего рода праведность, что если мы говорим, она выражается вот в такой метафоре, как взаимоотношение человека и Бога, понимается в метафоре взаимоотношения детей и отца, то есть Бог понимается как отец, а все люди как дети. И здесь уже нельзя уже говорить о неком законе, да, нельзя уже говорить о понуждении, да, нельзя говорить о вот некой внешней властной господствующей силе, которая просто хочет исполнить свою волю, да, вот как Бог там в Ветхом Завете, да. Поскольку отец на самом деле, он любящее создание и дети свободны от закона, да. Они свободны в том смысле, что они в каком-то отношении равны отцу. Ну, то есть, что такое дети? Дети, они ведь наследуют землю, да, наследуют отцового достояния. Ну, там очень много всяких примеров приводится. Притч, да, где как бы возникает эта идея наследования, да, наследовать землю, там, наследовать отцовское достояние, там, отец и сын, и все вот эти взаимоотношения, они как раз построены на том, что между отцом и сыном принципиально иное взаимоотношение, чем между господином и рабом. Да, но только... Это отношение свободных существ. Хочу добавить, что для этих детей праведность, она сама собой обусловлена. Для них ставится еще более высокие. Ну, сейчас мы дойдем до этого. Я хотел до этого дойти. Это правильно ты говоришь. То есть, ребенок, ребенок, скажем так, человек, ну, скажем, сын, может, да, просто все эти разговоры можно также применять и для дочерей Божьих, но поскольку женщина все-таки, как-то тогда еще понималась немножко особняком, то будем говорить о сыновьях Божьих, да. Хотя тут и вопрос симметричный, потому что женщина точно так же... Можно говорить просто дети, да. Можно говорить дети Божьи, да. Можно говорить... Можно... Я просто не буду каждый раз поправляться, буду говорить о сыновьях Божьих, да. Так вот, с точки зрения... С точки зрения взаимоотношения отца и сына, сын следует воле отца не потому, что отец его принуждает следовать этой воле, а потому что сын чувствует некую внутреннюю ответственность за тот образ отца, который сын несет в себе. Ведь по сыну оценивают отца. Вот если мы берем не только взаимоотношения человека и Бога, а просто взаимоотношения любого отца и сына, то всякий раз, когда смотрят на сына, высказывают ведь нечто об отце. Потому что в любом сыне светится отец, да. И Евангелие это описано тем способом, да, что... Ну вот процитирую цитату из Евангелия от Матфея. Вы свет мира, не может укрыться город, стоящий наверху горы, и зажегшую свечу не ставит ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме. Тогда светит свет ваш преддьми, чтобы вы видели ваши добрые дела, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли отца вашего небесного. То есть имеется в виду, что сын исполняет волю отца своего просто потому, что он его уважает и не хочет, чтобы... Из любви. Да, из любви, конечно, да, естественно. Что неформальные здесь отношения, не отношения с законом, да, не отношения... Не за страха, не за награду. Да, не за награду и не за страха, а из любви. Он исполняет волю отца, потому что как бы он понимает на самом деле, что это важно, он хочет в том, чтобы через него прославлялся отец, да. И его дела должны отца именно прославлять. А, он делает общее дело. Он делает общее дело, да. Именно из этой посылки следует все остальное усиление заповедей. Ведь дальше, если мы смотрим на горную проповедь, вот речь идет о том, что все заповеди, которые существуют в Ветхом Завете, они почему-то усиливаются. Он говорит, что вы слышали, что сказано древним, не убиваем. Кто же убьет, подлежит суду. А я говорю вам, что всякий гневающийся на братцу его напрасно подлежит суду. Кто же скажет братцу ему рака, подлежит Синедриону. А кто скажет безумный, подлежит гений огненный. То есть странно было, получается, да, что как будто бы здесь усиливается закон. Но на самом деле речь идет не об этом. Речь идет о некой ревности. То есть Сын не просто хочет исполнить закон, который предписан всем. То есть не просто хочет исполнить нечто формальное. На самом деле у него есть некая внутренняя ревность. Речь идет о том, что волю Отца Сын воспринимает как некое внутреннее свое движение. И если он воспринимает это как некое внутреннее движение, он полностью всем своим существом движется к Богу, да, всем своим существом движется к своему Отцу. И поэтому его движение, оно усиливается. Потому что просто не убивать, это простое правило. На самом деле важно не только исполнить простое это правило, потому что, ну, если мы ничего даже не делаем, просто на диване сидим, мы уже не убиваем. Правильно? Да, он любит Отца, любит Творение Отца. То есть мир любит всех в этом мире как-то. Соответственно. Поэтому действительно тут усиление происходит. Но усиление происходит, если дальше вот читать, как раз, это усиление происходит на всех уровнях. Да, вот и еще, если, как говорится, они при любодействии, да, опять же, да, уже на уровне намерения, да, уже если возникает при любодеянии, да, то есть уже если только человек смотрит как-то с вожделением, уже это есть дело даже не в нарушении заповедей, а есть уже вот это вот некий изъян, да, вот в этой любви к Отцу. То есть Отец хочет нас видеть совершенными, он хочет видеть нас такими же, как Он Сам. Там дальше в Нагорном проповеди об этом говорится, да. Почему надо так поступать там? Почему вот все эти вот заповеди, которые каждый раз усиливаются? Почему вот надо любить даже врагов, да? Да потому что добудете сынами Отца Вашего Небесного, ибо Он повелевает Солнцу Своему восходить над злыми и добрыми, и посылает дождь на праведных и неправедных. Ибо если Вы будете любить любящих Вас, какая Вам награда? Не то ли ей делают и мытые? И если Вы приветствует только братьев Ваших, что особенного делаете? Не так ли поступают и язычники? Итак, будьте совершенны, как совершен Отец Ваш Небесный. То есть, суть вопроса состоит в том, что совершенству нет предела, да, и в этом совершенстве, что такое является совершенством для христианина? Это является Бог, да, и мы, когда движемся в Боге, Богу двигаемся в неком вот этом движении совершенства. И вот это движение совершенства, для нас Бог является как бы неким идеалом, и то, как надо себя вести везде. И если Бог любит и праведников, и грешников, если Он любит и добрых, и злых, то и мы точно так же должны поступать, как Бог. То есть, Бог является для нас абсолютно миримым. То есть, я имею в виду нас, говорю о христианах. И все остальные тоже как бы заповеди, любви к врагам, о том, что не око-за-око, зуб за зуб, то, что является принципом справедливости, а принцип добра, да, не протився злом, то есть, вообще никак не совершай зла. Вплоть до того, что даже если кто-то ударит тебя в правую щуку, обрати к нему и другую. Кто захочет с тобой судиться и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду. Здесь не только вопрос о том, что у другого проснется совесть, как иногда трактует. Здесь просто возникает разговор о том, что насколько ты можешь отдать другому самого себя, насколько ты можешь совершить поступок более совершенно, чем возможно. То есть, вот здесь есть некая вот такая полнота отдачи. Она может восприниматься людьми, которые относятся к этому, с позиции Ветхого Завета, да, с позиции формализма. Она может восприниматься как безумие. И на самом деле, всякий раз, когда всякого рода еврейские учителя пытаются осознать, что такое представляется его Евангелие, они всегда указывают на то, что Евангелие – это нечто экстремистское. Да, что это значит не противиться злому? Значит, если мы будем каждый раз подставлять другую щеку, то что-то нас тогда все запинают, да, там. Потому что зло надо уничтожать, зло надо сопротивляться. То есть, всякие вот такие вот рода заповеди и воспринимаются такого рода формальными законниками как нечто невозможное, нечто недопустимое. Но на самом деле здесь ведь речь идет не то, чтобы понять вообще, откуда возник такой как бы экстремизм, даже если вот мы так вдумаемся, почему возможна такая ситуация, что мы можем двигаться к Богу, да, вопреки всякого рода разумности, да. Но что значит не противиться злому? Нас идут убивать, а мы на самом деле не защищаемся, да. Так вот, такое понимание возможно только тогда, когда мы Бога ставим выше всего, да, когда мы настолько верим в Бога. Что значит верим? Это означает доверяем. Вообще, я говорю, в Евангелии слово верить означает, не как сейчас мы это понимаем, как указание на то, что есть или нет, да. В нашем понимании верить, это означает, что верить в бытие, да, что он есть. На самом деле, как бы никто в Боге не сомневался, и вопрос о вере стоял именно как и вопрос о доверии. То есть надо было настолько довериться Богу, да, чтобы в своих делах всегда руководствоваться этим принципом, принципы доверия к Богу. И поскольку, если христианин верит, что Бог есть, и что он является его отцом, то он, естественно, никогда этот Бог не допустит, чтобы его сыновья оказались в беде. Он всегда придет ему на помощь. И вот все вот эти усиленные заповеди, они явно исходят из этого, что при движении к Богу, да, в максимальной степени, на максимально возможном для нас уровне совершенства, мы рассчитываем на то, что если что-то случится, то мы всегда можем довериться Богу, да, что Бог на самом деле выбирает для нас самый правильный путь, поскольку он отец заботящийся, да, потому что любящий отец. И он не допустит, чтобы с нами что-то случилось неправильно. И поэтому критика вот со стороны иудейства, да, которые указывают на то, что вот это экстремизм, она на самом деле, с точки зрения христианства, представляется, его просто не веря в Бога, не веря в его могущество, не веря в его промысел. Просто если человек относится к Богу формально, то, конечно же, он будет всегда думать о том, что на Бога надеется, типа, а сам не плашай. И вот они все эти еврейские учителя и учат тому, чтобы самому не плашать, да, там, как бы, верить в Бога формально, там, исполнять какие-то заповеди, а самому жить, там, как бы, внутри себя, другой своей жизнью какой-то, да. То есть для них Бог – это некое формальное внешнее установление, некий формальный закон. А для христианства, христианин и для христианства, Бог представляет собой некий внутренний закон, некое внутреннее существование христианина. И христианин, как сын, следует к Богу, исходя из того, что для него это самая главная цель жизни и все, что только есть. И поэтому подражать Богу, да, в своих действиях, то есть действовать вот совершенным образом, как здесь написано, да, «Ибо совершенен Отец ваш Небесный». Такие вы будете совершенными. На самом деле и есть основная цель христианина. Все остальное, она прикладывается к этому пониманию христианства. То есть цель христианина – устремиться к Богу максимальным возможным для себя способом, да, максимально интенсивным и максимально быстрым, да, там. И им нужно все приложить для того, чтобы достигнуть Бога. Именно поэтому первые христиане все окончили жизнь своей в мучениях. Не только потому, что христиан их не любили, да, а просто потому, что они были настолько ревнивы, да, в отношении Бога, настолько как бы вот следовали его заповедям, а ведь было заповедано идти проповедовать христианство. Они просто это делали, и там, превозмогая все, все возможного рода опасности, там, не шли ни на какой компромисс, да. То есть они были максималистами, если так вот выражаться, в современном языке. Потому что они верили, действительно, они настолько доверяли Богу, что они считали, что как бы Бог в их жизни постоянно проявляет себя. Постоянно существует как духовная поддержка. И вот если исходить из этой, изначальной парадигмы того, что представляется христианство, в отличие, скажем, от формальной религии, такой как иудаизм, то все остальное, все остальные можно рассмотреть, сейчас, не знаю, будем этим заниматься, но нет, можно смотреть все остальные притчи, которые указаны Евангелией, и если мы будем рассматривать ее с этой позиции, то станет ясно, почему именно так трактуется, а не иначе. Ну вот для примера можно разобрать притчу, связанную с тем, что молодой человек как-то подошел к Иисусу Христу и спросил, что нужно сделать для того, чтобы наследовать жизнь вечную. Иисус ему отвечает, что исполняй заповеди. Ну спрашивает, какие заповеди. Ну, Иисус перечисляет заповеди и имеет в виду те заповеди, те самые заповеди, которые указаны... Десять заповедей. Да, десять заповедей, которые указаны в этом ветком завете. Сказал бы, что тут удивительного, он, наверное, и сам об этом знал. Ну, он так и сказал, да, что исполняют их с детства. Да, и он сказал, действительно, что там в разных Евангелиях немного разный смысл, но вообще говоря, общий, если делать некий общий анализ, то там получается так, что он говорит, да, я с детства их исполняю. Что я еще могу сделать? Опять же, вот это возникает смысл этого совершенства. Какой еще излишек он может добавить? Чего мне не достает? Человек хочет, да, чего мне не достает? Что еще надо сделать? Кроме заповеди? То есть, человек хочет что-то сделать в деле Божьем. Ведь вопрос идет о том, что мы в каком-то отношении являемся с работниками Бога. Вот если наемник, да, или там раб, они выполняют дело Божье, да, ну, наемник и раб просто хотят исполнить заповеди, но даже если воспринимать это как дело Божье, да, то они только хотят его сделать просто из необходимости некой, да, потому что есть некая грозная сила, там, Господи, да, и он как бы своим существом принуждает осуществлять эти вещи, то когда мы становимся на позицию сына, и когда мы движемся к отцу, никакой такой принуждающей воли-то нет. Мы на самом деле должны сами брать на себя инициативу, ведь мы, когда соотносимся с Богом, как с отцом, мы, сыновья Божьи, соотносимся с Богом, как с отцом, каждый из нас является свободным, да, как вообще сын свободен в присутствии отца. И сам, каждый из сыновей, он движется к Богу, исходя из некой своей самодеятельности, да. Мы, каждый из нас, должны взять на себя вот это творчество, да, как Бог мир сотворил, мы точно так же должны соответствовать Богу, да, вот в совершенстве, действовать как Бог. Мы тоже точно так же должны быть соработниками Бога в творении, да, то есть мы должны что-то созидать. Мы не должны не просто формально соблюдать, да, в виде заповеди, а мы должны созидать. Вот здесь речь идет об том, что даже вот этот ветхозаветный человек, который вот и решил сделать нечто большее, он уже это осознает, что недостаточно заповеди-то исполнить, ведь заповеди-то некая формальность. А есть ли что-то еще, можно ли что-то еще вот сделать, можно ли как-то еще поучаствовать в соработничестве с Богом. И Христос сразу говорит ему, а вот, потому что этот юноша был богатый, продай все, что имеешь, раздай нищим, и следуй за мной. И вот это вот следуй за мной на самом деле является вот этим смыслом совершенства, да, что можно, как еще можно поучаствовать в соработничестве с Богом. Иисус сказал ему, если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение свое, и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и переходи, и следуй за мной. Тут вот самые главные слова, которые, опять же, звучат, про совершенство. Мы уже указывали отдельно раз про совершенство, да, когда говорили о том, что даже врагов своих нужно возлюбить, да, потому что и Бог точно так же действует, он одинаково действует в отношении добрых и злых. То есть Бог, как абсолютное благо, он всегда находится в добре, да, и мы должны точно так же соответствовать Богу, да, мы тоже постоянно должны находиться в добре, и не совершать никакого зла. Даже если против нас совершать зло, мы все равно не должны никакого зла совершать. То есть мы точно так же должны находиться на стороне блага, то есть на стороне добра. Точно так же и здесь призывает Христос к этому совершенству, который состоит в том, что человек может сделать еще больше. У него есть ближний, и он может этим ближним помочь, потому что он имеет имущество, он может имущество раздать. Но недостаточно только имущество раздать, но следовать за Крестом на самом деле это тоже божественное дело. Это связано с тем, что представляет собой фигура Христа в Евангелии. Это отдельный разговор просто, но следование за Крестом это тоже точно так же особое поприще, особое богодеяние. Но юноша на самом деле отошел с печалью, потому что он был очень богат, и на это Иисус заявляет, что истинно говорим, что трудно богатому войти в Царствие Небесное. Удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божие. Вот здесь я просто хотел как раз про Царствие Божие немного поговорить. Вот здесь возникает некая дилемма, для того, чтобы объяснить, почему юноша отошел, да и почему вообще богатому трону в Царствие Небесное войти, нужно поговорить о том, что такое представляет собой смысл. Какой смысл нанесет богатство в Евангелии. Это как бы очень важная вещь, потому что богатство это нечто такое, к чему мы очень сильно привязаны, если мы его имеем. Но тут еще как бы есть некое ветхозаветное пересечение. Дело в том, что в ветхозаветном понимании все, что случается с человеком, как доброе, так и злое, все исходит из бога. Потому что все люди находятся в боге. Если человек богатый, то значит Бог дал ему богатство. А если человек бедный или, допустим, больной, то значит бог его наказал. Наказал бедностью и наказал болезнью. Именно в этом смысл того, почему фарисеи и саддукеи против того, чтобы Иисус Христос лечил прокаженных и против того, чтобы он помогал бедным. Почему? Потому что он действует вопреки Божьей воле. Потому что Божья воля состояла в том, чтобы их наказать одного проказа и другого бедностью. А Иисус Христос как бы действует вопреки. Иисус Христос лечил, а не против, чтобы он исцелял субботу. Про субботу там действительно отдельный разговор. Это вообще надо отдельный разговор вести про субботу. Но просто есть в частности такое убеждение, на самом деле, что мы говорим сейчас о богатстве, что богатство это с другой стороны, это является дар Божий. И если ты богат, на самом деле, то тебе богатство дано в силу того, что ты исполнил волю Божью. То есть исполнил вот эти заповеди. Как этот юноша. Не, но Христос же объясняет, почему собственно он против богатства. Потому что говорит, вы не можете служить Богу и богатству одновременно и трудно богатому войти. Трудно богатому. Я просто к этому хотел прийти, а ты меня опередил. Действительно, богатому именно потому и трудно войти в Царство Небесное. Что с одной стороны он считает, богатый считает, что богатство ему это не дар дал Бог, да. А с другой стороны, что с точки действительно богатства мы, богатство есть, к чему мы привязаны, да, и мы не можем одновременно служить Богу и богатству. Вот здесь возникает разговор о нищих духах. Мы несколько двигаемся, несколько непоследовательно, а в зависимости от того, как возникает тема. Дело в том, что если мы являемся христианами и выбрали единственное направление в жизни, а именно следовать Богу, да, и быть, совершенствоваться в Боге все больше и больше, то все остальное мы должны положить на это дело, да, то есть мы должны в каком-то смысле от всего остального отказаться. И в этом смысл нищеты в Боге, да, нищих духам. Вот они же нищие духи не в том смысле, что они глупы, да, что надо будет просто поглупеть, как бы, да, и тем самым ты станешь ближе к Богу. Ведь не в этом смысл, да, это нищие духам, да, потому что там вот нищие духам, там вот этот духам, оно на самом деле имеет дативус инструменталиста. Есть такое в греческом языке форма дательного падежа, которое означает с помощью чего? То есть они нищие с помощью духа. Почему? То есть они нищие в буквальном смысле, потому что если взять леванги от Луки в подлиннике, там вообще говорится, что... Потому что следуя за духом невозможно быть богатым. Да, потому что следуя за духом, то есть следуя Богу, да, невозможно быть богатым. Потому что, как мы говорили, в смысле совершенства, если бы следующее духу исполняли какие-то формальные принципы, наверно можно было бы найти лазейку какую-нибудь и, как это часто бывает, да, исполняя закон, так же не забывать самого себя, да, то есть внутри себя как бы какое-то богатство там это отдельно откладывать. А если речь идет о том, чтобы следовать Богу изнутри самого себя, то есть если следовать Богу согласно внутреннему побуждению, то все силы, все, что ты имеешь внутреннее, все кладешь на это, движение к Богу. И нет возможности быть богатым, ты просто нищим становишься просто в силу самого движения. Не потому что ты не работаешь, не потому что ты литяй, да, а просто потому что все твое существо занято единственным следованию вот этому совершенствованию в Боге. И именно поэтому они благодаря такому духу, благодаря такому умонастроению, такому, такому, такой установке, это является нищим. И точно так же и вопрос с богатством возникает. Если ты богат как бы и ты понимаешь на самом деле, что помимо следования заповедям, помимо исполнения формального закона есть также вот этот путь совершенства, то ты должен просто раздать все богатство и следовать этому пути. Ведь Христос как раз и пришел проповедовать этот путь совершенства. Вот я наговорил о том, что уже начинал об этом говорить, мне просто... Что-то в различии просто нищих и нищих дух. Да, это... Просто нищие, они совсем не блаженны. Да, просто нищие. На самом деле, в Евангелии от Луки сказано, что нищие блаженны, просто нищие. Нищие блаженны, ибо они наследуют Соответствие Небесное. На самом деле, конечно, просто нищета никакое преимущество нам не дает. Что было бы немного странно, если бы удары судьбы считались наградой. Раньше получалось как? В древних религиях считалось, что наградой является богатство от Бога, а теперь получается, что наградой является, как в критче с Лазарем, что наградой является на самом деле нищета. Лука такое говорит, да? Смотри, есть-то. Просто блаженны, нищие. Конечно, блаженны, нищие в Луке. Ну как покажи, я тебе уверяю, я же постоянно смотрю, это греческий текст, понимаешь? В греческом тексте, в нашем тексте есть ставка, блаженны нищие духом в Евангелии от Луки. На самом деле там изначально, в греческом оригинале, блаженны, нищие, ибо их есть Царствие Небесное. Но сам Христос говорит, что, когда пришла женщина, чтобы облить его ноги этим миром, да, дорогим маслом, Иуда выступил и сказал, что больше было бы эти деньги раздать нищим, чем тратить на такие цены. Правильно. Иистос сказал, нищих всегда имеете. Нищих всегда имеете, а меня не всегда имеете. Именно о нищем духа он так бы не сказал. А сыновья Божьих он бы не сказал, что сыновья Божьих. Иначе говоря, мы сейчас Ивангелия от Луки обсуждать не будем, потому что вот три притча о Лазаре как бы указывает на том, что Лазар лежал там у дома богатого, да, богатые как бы, у него там были струпы, и собаки лизали у струпы, и он хотел там хотя бы там что-то напиться, что-нибудь поесть, как бы там, а богатый там жил там пиршественно и блистательно, он там нет, и пальцы не пошевелил, да, и вот они оба умерли, да, и почему-то Лазаре вдруг указывается, что он попал на небеса, а богатый тут же попал в ад. То есть получается, что богатые как бы прокляты от того, что они богатые, а нищие тем, что только нищие сразу как бы блаженные. Это странно. На самом деле Евангелие от Луки есть некое передергивание. Да нет, там не от того, что он богат, попал он богат. Нет, понятно, что… От того, что он не помог этому нищему. Понятно, да, это то, что он нищему не помог, он наказан, и про богатого вот можно именно то, что ты говоришь, и такой вот сделать, что… А за что Лазарь-то попал? Хорошо, а Лазарь за что попал? За что зла не делал. Да, а Лазарь… А Лазарь не делал зла, потому что он и не мог зла сделать. Нет, потому что он даже не проклинал этого богача, который не подавал ему. Он имеет смиренное сердце, и поэтому Бог ему дал награду на небеса попасть. Хорошо, но в любом случае получается, что вот нищета, болезни и прочее как бы, да, гарантируют нам некое как бы вознаграждение. И даже более того, ведь в Луке в начале Евангелия, где-то на горле проповеди звучат слова, что «блаженны нищие, ибо их есть в Царстве и Небесном». То есть все-таки как бы нищета в каком-то отношении более предпочтительна, чем богатство. В буквальном смысле. С точки зрения Луки, да. Да, но мы как бы опираемся на Евангелие от Матвея, поскольку Лука здесь все-таки неясно так-то выражается, и недаром на самом деле Луку поправили, да, потому что блаженны все-таки не просто нищие, а нищие духом. И в этом отношении все-таки Ивангелие от Матвея более точное. И когда мы говорим о том, что «блаженны нищие духом», имеется в виду, что вот люди, которые полностью доверились Богу, да, которые полностью положились на Бога и движутся в своем совершенствовании к Богу, у них просто ни на что другое время не остается, да, и вот они… И даже если они богаты изначально, они не могут его сохранить. Да, они не могут его сохранить, потому что всегда есть рядом нищие, да, которым можно все раздать. Нищие, убогие, больные. Потому что дело Божие, оно всегда есть. Никак не было таких времен, чтобы не было бы дел Божьих для того, чтобы их осуществлять. Всегда есть люди, которые требуют помощи, всегда будут присутствовать. И тут никаких денег не хватит. Да, и никаких денег не хватит, конечно. Чтобы исцелить все раны и как бы утешить все слезы вытереть. Да, и вот мы как бы подошли, возможно, к пониманию того, что такое Царствие Небесное. Возьмем Евангелие от Марка, поскольку оно более точное. Ну, оно вообще является наиболее ранним Евангелем, да, и каких-то отношений он там более точно описывает некие события. Да, вот… Вот был Иоанн Креститель и проповедуя крещение покаяния и отпущение греков. Дело в том, что вообще вся вещь Ветхий Завет, он посвящен как бы идее этого покаяния. Да, вот народ постоянно как-то совершает грехи, они накапливаются, да, и каждый раз возникают пророки, да, которые призывают народ к покаянию. Собственно, Иоанн Креститель – это был один из таких вот последних перед Иисусом Христом Ветхозаветных пророков, и вот он призывал к покаянию, да, для отпущения грехов. И вот после него, после того, как Иоанн был схвачен, да, выходит на проповедь Иисус Христос. И вот он вроде бы говорит те же самые слова, да, кажется, но по смыслу на самом деле они другие. Еще как бы я здесь не просто выражаю наше мнение, да, есть такой архимандрит Януарий Ивриев, да, он является профессором Санкт-Петербургской Духовной Академии, и вот у него есть популярный комментарий к Евангелию от Марка, и вот он там, строчка за строчкой, комментирует Евангелие, исходя вот из греческого оригинала, да, и комментирует его в комментариях, они очень точны, как бы, и очень интересны, да, и вот в частности он как раз указывает на то, что, если смотрите оригинал греческого текста, да, то, что проповедует Иисус Христос, а он говорит, что исполнились сроки и близко Царствие Божие, кайтесь и веруйте в Евангелие, да. На самом деле, если взять греческий оригинал, то там правильный перевод должен был бы быть следующим. Дело в том, что там, когда говорится, что исполнились сроки, и говорится, что близко Царствие Божие, то имеется в виду такая форма глагола, как перфект. Те, кто, может быть, изучает, там, другой английский язык, там, наверное, знают, что это за форма. Это форма прошедшего времени, в котором выражается некое действие, совершенное действие, да, когда результат уже налицо в некотором прошедшем времени, до того события, о котором говорится. То есть перфект – это некое совершенное прошедшее время. И поэтому получается, что когда Иисус Христос говорит о том, что исполнились сроки и близко Царствие Божие, он имеет в виду, что вот уже, вот в недалеком прошлом, уже вот уже наступил срок, да, и уже вот не просто оно близко, что оно когда-то там, где-то сейчас далеко, но оно приблизилось, да, стало чуть-чуть ближе. А имеется в виду, что оно вот уже здесь, прямо уже на земле. То есть уже совершилось это событие, не просто близко, оно уже ощутилось здесь. То есть пространство и время оно вот уже здесь. Кайтесь, и дальше говорится, кайтесь и веруйте в Евангелие. На самом деле там, когда говорится в Евангелии, имеется в виду, в Евангелии же переводится как благая весть, да, имеется в виду, там стоит артикль, да, определенный артикль, и надо бы правильно переводить в это Евангелие, в какое вот это Евангелие, а в то Евангелие, которое перед этим говорится, что исполнились сроки и близко Царствие Божие. То есть правильный перевод был бы так, что... В Евангелии буквально благая весть. Да, буквально благая весть. Что вот какая благая весть? О том, что Царствие Небесное вот уже здесь и сейчас есть. Приблизились. Нет, дело в том, что приблизились, там указывают на то, что оно когда-нибудь приблизится. Оно уже вот здесь и сейчас. И Отец Януарий это трактует тем способом, что вот этот Христос, который есть на земле, он и есть Сладственник Божий. Но можно это трактовать тем способом, что наступил срок, когда стало возможным осуществление на земле Царствия Божьего. То есть наступил срок, что изменилось отношение Бога к людям. Раньше все-таки отношение было некое отстраненное, как отношение между Господином и Рабом. Какое-то отношение Бог еще не явил себя каждому конкретному человеку, как Отец. А вот теперь Он явил. Теперь каждый человек может стать Сыном Божьим. Много Личности. Да, и что возможно, на самом деле, если говорить об общении, то говорится о том, что на земле уже возможность Царствия Божия осуществлена. Осталось только людям включиться в соработничество с Богом, для того, чтобы на земле его уже построить. Вот здесь и сейчас. Потому что оно стало возможным. Возможно, не просто как-то абстрактно когда-нибудь на небе, а здесь и сейчас на земле. Речь идет о том, что, может, Царствие Небесное... На самом деле, когда говорится, что Царствие Небесное, в оригинале стоит выражение базилея тон урано. То есть, Царствие Небесное, потому что Небесное во множественном числе. И вообще говоря, слово это Небесное, это есть слово, которое, согласно заповедям, десяти заповедям, что не поминайте имя Божие в Суе, это заменяющее слово. На самом деле, надо говорить о Царстве Божьем. Небесное не то, что оно на небе, а Небесное просто в том смысле, что заменяет слово Божье. То есть, речь идет о том, что Царство Бога, которого ждали иудеи, как что оно когда-нибудь осуществится, то совершенное состояние человечества, в котором управлять миром будет Бог, оно наступило здесь и сейчас уже. И Христос говорит, что вот в этой Евангелии, в которой я вам и говорю о том, что Царствие Небесное, вот здесь и сейчас уже осуществляется. Возможно. Не просто возможно, а осуществляется уже фактически. Потому что Христос тогда был на земле, и Он уже эту общину-то Суе создавал. Вот оно, началось оно. Вот, я пришел, на Царстве Божье осуществляется. Присоединяйтесь. Вот о чем речь идет. Поверьте, что в этом, что это так. То есть, доверьтесь этому. И присоединяйтесь, чтобы его строить. Вот о чем, на самом деле, было Евангелие. И вот эти вот слова, я всех, кстати, призываю прослушать, для того, чтобы понять, что такое христианство. Там просто аудиолекции, или, как сказать, аудиокомментарии к Евангелию этого Архимандрита Юнуария Ивлеева. Потому что, чтобы понять, там просто все остальное тоже очень важно. И вот, если опираться на это, то становится все понятно, о чем идет речь. И почему, и что такое, вообще говоря, Евангелие? То есть, Евангелие, это есть весть о Царстве Божьем, которое может осуществиться здесь и сейчас на земле. И если это так, если это Царствие Божье может осуществиться, для того, чтобы в Него вступить, а ведь Бог является не только Царем, да, Он является еще и Отцом, то мы должны, на самом деле, осуществить вот это сыновство свое, то есть, породниться с Богом. А породниться мы можем только, если мы покажем этот образ сына в нас. Потому что дальше возникает, что Иисус Христос ходит и проповедует всем в неких притчах о том, что представляет собой Царствие Божье. Как это выглядит? Это выглядит так, что люди ведь, из-за того, что Царствие Божье стало возможным на земле, что оно осуществляется здесь и сейчас, да, людям ведь надо еще показать на это, да, как-то их привести к этому. Но Христос принципиально против того, чтобы это осуществлялось насильным образом. То есть, Он, на самом деле, хочет, чтобы люди сами как-то изнутри почувствовали это, да, как бы, чтобы люди пришли к этому свободно. И поэтому Он проповедует в притче. Притча – это особая форма, да, в которой, как бы, вот, смысл притчи, он скрыт. И там вот в Евангелии от Марка есть такое указание на то, что... И ученики Его как-то спрашивают, а почему вот ты проповедуешь в притче, потому что, ну, как бы, это же непонятно многим, да. А Он на это Иисус Христос указывает, на самом деле, что не всем дано, но тем, кому дано, те и только и должны услышать, да. То есть, те, кто Божьи, только те, на самом деле, эти притчи поймут. Почему это важно, что те, кто Божьи, это не значит, что те, есть люди, которые выбрали, да, вот Бог выбрал, да, и вот они только могут войти в Царство Небесное. Нет. Вопрос идет о том, что каждый человек в это Царство Небесное входит только своим свободным усилием. Почему в Царстве Божьем силой берется? Потому что каждый человек должен не просто под гнетом кнута или какой-то необходимости двигаться туда, только свободно должен стать, взять на себе всю вот ответственность, как вот Бог берет ответственность на себе, Как любой творец на себя берет ответственность за свою жизнь, за мир, за весь, да, соработничество с Богом. Он должен взять на себе всю вот эту ответственность и сам что-то начать делать, да, просто начать своей инициативой что-то изменять, допустим, да, как что-то предпринимать. То есть человек должен стать христианином, исходя из внутренних побуждений, не потому что так на роду написано или потому что родился в христианской семье, а потому что внутреннее некое побуждение тебе должно к этому подвинуть, да, потому что современное христианство, оно немного в этом отношении, опять же, скатилось вот к этому формализму, да, в котором скатывается любая религия в итоге, да, вначале она имеет настоящее движение внутреннее, а потом она скатывается к формализму, к исполнению опять лишь каких-то заповедей. Опять придумали, что к Иисусу Христа на самом деле он не 10 заповедей, а он пришел с двумя заповедями, там, возлюбите Бога и возлюбите ближнего своего как самого себя. То есть как бы наше обременение, которое было раньше, да, типа он сократил. И, конечно, понимает, что требовать любви как бы глупо, и вроде говорят, что это вроде как бы и заповеди, но вроде как и не заповеди, здесь какая-то, мол, есть непонятность. На самом деле вы сами подумайте, как можно, если существует взаимоотношение человека и Бога как сына и отца, как можно вообще требовать любви? Как может отец требовать от сына любви? Отец приходит и говорит, сын, возлюби меня, да, и сын говорит, я должен возлюбить отца. Что же это за любовь такая, где звучит такое выражение как должен? И как это к ближнему тоже? Должен возлюбить ближнему. Что это за форма-то такая? Ну нету таких заповедей. В том-то и состоит суть, что никаких заповедей нет. Что человек наконец-то стал полностью свободным от всяких заповедей. Теперь Бог настолько доверяет человеку, что на самом деле отказывается даже от тех заповедей, какие есть. Почему? Ну потому что он настолько, если, конечно, сын, то есть человек должен, конечно, соответствовать этому уровню, да, но он доверяет сыну, потому что на то он и сын, да, что он как бы никогда не бросит лицом в грязь, да, он никогда не опозорит своего отца. В этом и состоит смысл-то, что человек теперь свободный, нет никаких теперь заповедей. Ну просто этот путь к Богу, на самом деле, не прилегает другим способом, как только через любовь. Если ты внутри себя не чувствуешь любовь ни к Богу, да, ни к человеку, почему нужна любовь к человеку? Ну потому что невозможно как бы возлюбить только Бога, да, этого недостаточно. Потому что надо же возлюбить что-то реальное. Значит, попробуй научиться возлюбить сначала человека, а потом уже как бы нечто такое, что бестелесное, да, возлюбить Бога. То есть здесь нету императива, что надо кого-то возлюблять. Это просто указывается путь, что путь любви. Если ты внутри себя любви не имеешь, то как бы бесполезно тебе ничего не поможет. Ты можешь, как там говорит этот апостол Павел, что если я любви не имею... Медь звенящий. Да, медь звенящий, кимвал, бряцающий, да. Если я даже там языками ангельскими говорю, если даже... Все знания приобретает. Если все знания приобретает, передвигаю горы там, там, и все отдал, все золото мира, все что только у тебя есть, все отдал, все сделал. А любви не имеешь, то это совершенно для тебя ничто. Медь звенящий, кимвал, звенящий. Ну давайте я прочитаю. Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящий, кимвал, звучащий. Если я имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание, всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто. Если я раздам все имение мое, и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы. Суть состоит в том, что вот эти заповеди, как их называют, кавычек, любви, это никакие не заповеди, это просто указание на путь. Бесполезно как бы действовать и что-то делать, если ты не имеешь любви. То есть, когда мы понимаем Бога как Отца, то мы можем вступить в Него, вступить в отношения с Богом как сыновья, только в том случае, если у нас есть любовь. Если любви нет, то все бесполезно. Вот в чем разговор идет. Да, но если нет любви, тогда мы автоматически сползаем на уровень рабов и наемников. Да, именно так. И поэтому Христос идет и ищет вот этих детей Божьих, вообще, но Он берет именно этих, которые Бога любят. Любят всей душой, как нам говорится, возлюби Бога Своего, всей душой, всем сердцем, всей крепостью Своей, всем разумением Своим. Мне непонятно, кого Он берется вообще. Не-не-не, почему Он рассказывает эти, это надо было, наверное, тоже где-то найти и процитировать. Но мы тут подняли, на самом деле, сейчас сложную тему. Это реально, я думаю, что за раз мы сможем его поднять, видимо, не удастся. Но для начала. Да, для начала мы какой-то вброс сделали, просто хотели показать, что то, что мы говорим о нашем понимании христианства, оно на самом деле фундаментальное. Ну и это не является только лично нашим пониманием, это является пониманием, которое есть и внутри Церкви. Я указывал на Архимандрита Януария Иблева. И те, кто просто интересуются этим вопросом, могут обратиться к его текстам, к его работам. И там все, что мы говорим, оно там присутствует, на самом деле. То есть это, на самом деле, ученые вещи. Это богословские вещи. Это не какая-то наша выдумка личная. Не какая-то наша ересь. Даже в своей проповеди Иисус Христос действует из свободы. Он не принуждает никого. Он рассказывает все притчи иносказательно для того, чтобы именно люди внутри себя свободным способом направились по пути совершенствования его бога. И это очень важно. По поводу... Отдельный разговор по поводу смерти Иисуса Христа. Ну, если как бы брать только именно богословскую сторону вопрос. Просто Иисус Христос пошел до конца в том, что он сам проповедовал. Не против злому, он проповедовал. Если ударить его вправо, щеку поставить влево и прочее. И он как бы не мог, естественно, уклониться от того смысла, которому сам учил. И когда его схватили, он, естественно, не сопротивлялся. Он пошел до конца, чтобы показать, что для него то, что он проповедовал, его вера и доверие в Богу, потому что человек, который находится под Богом, с ним ничего случиться не может. Потому что он, как сын Божий, он как бы всегда находится в Божьих руках. И он полностью доверился Богу. И то, куда бы повела его судьба, для него уже была... Любая такая судьба была бы Божьим день, это деланием. Потому что он как бы, как Христос, когда молился в саду Гефсиманском, он говорил о том, что пусть будет твоя воля, а не моя. То есть он полностью доверял себя воле Божией. Куда воля Бога поведет, туда он и готов был идти. И вот случилась крестная смерть. Собственно, как бы даже если не вводить сюда богословие, связанное там с тем, что Иисус Христос понимается как Богочеловек, а просто рассматривать вопрос, исходя из обычных человеческих представлений, то можем сказать о том, что в этом крестной смерти как бы осуществляется вот это вот движение к Богу до конца, преодолевая... До смерти. До смерти, да. То есть ничто такого человека, который внутренне освободился, да, вот от неких оков, который признал себя Сыном перед Богом, да, его уже ничего не может остановить. Уже никакая внешняя сила, никакое насилие, там, никакие муки, ничто над ним уже не властно. Он уже в Боге в том смысле, что он уже в свободе, да, вот Бог, есть некая абсолютная свобода, да, вот как бы и доистремление к этому Богу делает нас тоже такими же свободными. Ничто иное нас уже остановить не может. Можно говорить, что он победил мир. Да, и он победил, именно в этом смысле он победил мир, да, что мир уже над ним не властен. И точно так же, на самом деле, вот первые христиане, да, они тоже, многие из них там, они были казнены на крестах, как бы это или каким-нибудь другим способом казнены, и многие из них именно вот так трагически погибли. Почему? Потому что они точно так же последовали за учителем, не потому, что они хотели умереть, естественно, не в этом смысл. Смысл состоит в том, что они вот за свою внутреннюю свободу, за свое совершенствование в Боге, как бы, они шли до конца. Ничто их не могло остановить, да. Так вот самое удивительное, что христианство на сегодняшний день считает, что если последовательно идти за Христом, то ты окажешься на кресте и умрешь. Правильно, так это и есть путь правильный, потому что если мы действительно доверяем Богу, действительно, как бы, верим во все, что проповедано в христианстве, то нас ничто не может, ну что, эта жизнь, это некий этап, да, некая проверка перед вечностью. Это ладно, но... Как можно сравнивать? Как можно сравнить Божий мир и мир, который, как бы, здесь, да? Это показывает все несовершенство нашей жизни. Да, конечно, конечно, потому что, если бы люди были бы совершенны, они бы, в принципе, могли бы, наверное, Божий мир устроить на земле. Выжить хотя бы. Ну, больше мира на земле. Если ты будешь последовательным христанином, ты окажешься на кресте и умрешь. Пока что они даже, эти христиане, не могут выжить на нашем мире. Если бы их были последовательны. Не то, что построить Царство Божие нет возможности. Нет возможности даже выжить. Ну, современное христианство, если какие-то делать оценки, понятное дело, что оно во многом пошло на промисс с миром. И оно уже вот таких вот абсолютных требований уже не выдвигает. Потому что оно в каком-то отношении договорилось с этим миром, да? Мир его не трогает христиан, христиане не трогают мир. Давай скажем следующее все-таки, что Царствие Божие, которое было проповеданным, его можно понять как некое общество людей, особым образом организованное. Ну, то, что мы называем общиной. Где люди живут в неком равенстве, да? Нету там ни богатых, ни бедных. Люди, все братья, все сыновья и дочери Божьи, да? Они живут в неком как бы как одна семья. Ни рабов, ни господ. Ни рабов, ни господ, нет ни мужчин. Даже нет мужчин. Ни мужчин и женщин, да? Все равны. Все христиане. Да, все дети Божьи, да? И все живут в неком как бы едином, как в единой семье. То есть вот есть семья Бога. Да, и вот Бог как бы управляет этой семьей. И вот это вот как бы вот некое идеальное общество Бога, которое основано вот на теократии, да? Где Бог как бы им, Бог находится на вершине. Ну, просто потому что Бог Абсолют, Он все знающий, да? Он как Отец, Он управляет это всеми этим обществом, исходя из этого, да? Исходя из любви к детям своим. Ну, говорят, все человеческие иерархи упразднены. Да, да. Именно как бы вот иерархи построены на каких-то страстях, да? И на необходимости. А именно остается так вот, ну, какая-то остается иерархия, наверное, построящаяся из любви. Иерархия там какая? Кто хочет быть большим, будь себе услугой. Да, кто хочет быть большим, будь себе услугой. Именно так, да. Так вот, ну, возможно ли такое на Земле? Ну, до сих пор и не было возможно. Может быть, отдельно в каких-то локальных местах, где-нибудь там... Я думаю, обязательно где-то было локально. Да, локально. Там, в монастырях, может быть, каких-нибудь, которые вновь созданы, да? В группе там, да, да. Может быть, в каких-нибудь там пустынях, может быть, это было возможно, наверное. Там два-три монаха, там. Да, но поскольку мы живем в окружении государства постоянно, да, и каждый раз возникают конфликты между тем, что Божье, да, и тем, что человеческое, то всякий раз вот не удается, да, люди не дают. То есть люди не дают вам устроить на Земле вот такое человеческое... Ну, не право. Божье царство. Почему? Какие люди не дают? Ну, хватит. И сами сама разваливаются. Сами не могут люди. Не могут. Ну, ты же говоришь, где-то было возможно. Извините, вот 20-й век, мы кого знаем? Мать Терезы, все кого-нибудь знаем, никого больше не знаем. Никого не знаем. Так и она одна, одно недостаточно. Ну, так это до 2000 лет-то наберет. Но ведь сказано, что там где двое или трое, во имя, мое свидетельство. Ну, давай допустим, что где-то там в лесу или в пустыне жили два монаха, и у них было царство Божие между ними. Такое же возможно. Да. Но об этом, может быть, даже никто и не узнал. Да, я согласен. Именно так. А чтобы это принало какие-то массовые масштабы, чтобы царства, собственно, как царство, вот, такого не было, чтобы даже община не получается. Нет, ну, получается, современное крестьянство, как вот ты любишь говорить, оно просто законсервировало, да, вот истину, да, для того, чтобы передать ее будущим поколениям, чтобы ее сохранить во времени, да, то есть в истории, как бы, чтобы осталась вот эта вот проповеданная истина вот в виде его учения, писания. Христос-то как сказал? И церковь стоит... Он же не сказал, учреждаю царство, и царство мое не упадет там, Валентин. Он сказал, учреждаю церковь. Он даже церковь не учреждал, он учреждал общину, которая стала церковью. Нет, он Петру сказал, ты в камне, на этом камне будет основана церковь. Разве он про церковь говорил? Да, церковь он говорил, Иван. И врата ада не одолеет ее. То есть он понимал, что делает многотрудно, он понимал, он же все время им говорил, что он будет убит. Он понимал, что не будет никакого царства, что его убьют. Тут понимаешь, как? Ситуация-то какая? Почему царство Божие не получается? Если ты будешь последовательно, тебя убьют. А если ты будешь непоследовательно, то оно само собой не возникнет. То есть у нас-то что? У нас просто не дошло. Не садись сюда. Мы настолько были непоследовательными общинниками, что у нас просто все само собой развалилось. Но если бы мы набрались мужества и были последовательны, то нас бы убили просто рано или поздно. Как только это какую-то значимость получило. Мы просто не дошли до этого. Поэтому тут с двух сторон зажало. А, с двух сторон. Во-первых, нас страсти раздирают, и нам трудно быть вместе, поскольку даже если нам удалось все-таки в братстве объединиться, в сыновстве перед Богом, но тем не менее нас теперь будут иные внешние. Они будут нас терять. Ну да, есть такая проблема. И, собственно, это проблема не только христианства, вообще любого учреждения какого-либо справедливой жизни на Земле. Допустим, даже на теистическом основании все равно всегда будет такое. Что это будет внешний, условно говоря, который считает, что надо как-то по-другому. Потому что добро, на самом деле, если издуматься, тут есть проблема добра. Мы это уже обсуждали. Что мир представляет собой, если так говорить метафорически, некое равновесие, где добро и зло равновешены. И почему это так? Потому что есть вот это движение действия и противодействия. Допустим, если кто-то совершает против тебя какое-нибудь деяние злое, то ты как бы в ответ ему совершаешь. Если он совершает доброе, ты в ответ ему добрый. Есть какое-то постоянное ответное действие. Это как в мире действия и противодействия. Всегда существует вот этот закон, вот это качели такие, постоянно уравновешивающиеся действиями и противодействиями. Точно так же не только в мире физическом, но также в мире этическом. И вот в мире этическом постоянно вот эта вот справедливость, ведь что такое справедливость? Это опять же некое равновесие, восстановление этого равновесия. Но эта справедливость каждый раз восстанавливается. Или чаша может отклониться в одну сторону, человек какой-нибудь там может вдруг нарушить все законы и кого-нибудь поработить долгое время. Но тем не менее он же смертен, и справедливый все равно восторжествует рано или поздно. В этом состоит весь мир, основанный на равновесии, и в этом состоит справедливость. И справедливость постоянно восстанавливается. Но добро не таково. Если вдруг встать на одну чашу весов, потому что добро и зло находятся в постоянном качании равновесия, если встать только на одну чашу весов и встать только на добро, то тогда получается, что ты в мире создашь искусственное неравновесие, и весь мир против тебя. Откуда берется, как ты говоришь, откуда берется? Почему всякий раз, когда человек настаивает на добре, он постоянно попадает в ситуацию, что его уничтожают? Потому что он не может злом на зло ответить, потому что равновесие для него нарушит. Да, он сам его нарушил, он сказал, я стою на добре, что бы ни случилось, не буду отвечать злом на зло. Не буду постоянно восстанавливать это равновесие. Но все зло на него устремляется. Куда он может деться-то, если он стоит на добре? Естественно, он его уничтожает. И в этом ты прав. В этом твоя логика оправдана. Именно в этом рассуждении. Я хочу что сказать, что еще добавить маленький комментарий. Мне кажется, что это имело значение для ранних христиан. Почему? Потому что там было рвение, несопоставимое с сегодняшним. Потому что это все-таки начало, начало это как бы максимум. А с другой стороны, они пробовали столетия, два, три, это царство Божие построить. И с ними шла борьба, естественно. Но потом стало понятно, что не могут. Почему и договорились. Они не опасны христиане. С ними договорились. Не могут. Я думаю, что первичная здесь проблема, и она у нас правильная, что наша община не является каким-то, что мы какие-то выродки рода человеческого, что только именно мы не смогли. А что как раз это правило, что мы же не видим перед собой примеров царства Божьего. Да, вот что сказать, там вот община, там вот община, там царство. Ну, в массовом порядке. Может быть, где-то там тайно существует, конечно, но мы просто об этом не знаем. Да нет, это же как написано светильник, его не ставят. Ну, да, да. Если что-то было, то было об этом известно. Под стол не ставят. Чему мы с тобой фильм смотрели, помнишь? Да подожди, Лёд. Ну, вот были оптинские старцы. Вот там вроде что-то было. То Толстой орвался, Достоевский, то и все. Может, там что-то, я не знаю, было ли. Не, ну, какие-то были же, наверное, святые. Ну, отдельные эпизоды, наверное, в христианстве все-таки существуют. Были. Серафим Саровский. Серафим Саровский был. Ну, вот именно так у нас получилось в христианской церкви. Нет, не старообрядцев. Подождите, это же не только в православной церкви. Это же вообще в христианской церкви. Есть святые, а общины святых-то нет. Отдельные святые есть, а общины нет. А должны-то быть общины святых, а их нет. Мы не знаем таких примеров. Не, ну, мы знаем, были гуситы, они строились арту Божьей. Как пример. Не, ну, согласись, что сам факт состоит, что логика любого учения, связанного с Богом, оно простое. Быть вместе с Богом. А поскольку Бог является абсолютным благом, то встать на сторону добра. И, собственно, как бы, даже если вот брать вот наше изначальное разделение на праведников ветхозаветных и праведников новозаветных, все равно на самом деле и в том, и в другом случае, речь идет о том, что не совершать зла. Что значит соблюдать заповеди? Не совершать зла. Мы этого не можем. Мы не можем. Стоять на стороне добра. Но только ветхозаветные праведники, они не совершают зла. Но делают ли они добро? Неизвестно. Достаточно просто не совершать зла. Вот это ветхозаветное понимание праведности. А новозаветное понимание праведности недостаточно только не совершать зла. Подожди. Обрати внимание. Но важно еще делать добро. Послушай, ты обрати внимание, что ведь и праведники Ветхозаветные, они же единицы. Да, согласен, да, тоже. Это тоже вопрос. Тоже вопрос, согласен. Но тем не менее, все-таки вопрос сокресятся каким-то образом стало всемирным явлением. То есть в этом есть какая-то Божья сила. Ведь как там говорил один из фарисеев, ты помнишь, когда обсуждался вопрос, что делать с Иисусом? Оставьте этих людей. Нет, что делать с этим? С Павлом, по-моему, да? Он сказал, оставьте этих людей, если это дело Божье, то вы не можете ничего сделать. А если это не от Бога, оно само по себе рассосется. Ну вот не рассосало, да. Престанство осталось. Значит, это дело Божье. Значит, если человек в полном ревении последует Богу, да, как бы, и будет двигаться в этом совершенстве до конца, до упора, и отдастся этому по-настоящему, то есть со всей страстью. Ну, умрет он, понятно. Но ведь ты пойми, на самом деле, что жизнь не есть нечто самоценное перед лицом Бога. Жизнь – это, на самом деле, некий эпизод, потому что, ну, мы как бы, предполагается, что мы вечны, а то вот эта вот земная наша жизнь, там, это просто некий эпизод. И почему мы должны ради эпизода жертвовать всей вечностью? Если мы, на самом деле, боимся смерти, да, то есть мы считаем, что вот этот эпизод, там, 70-100 лет, там, нашей жизни, это есть для нас все, что только есть, значит, мы просто в Бога не верим. Вот и все. Мы Ему не доверяем. Мы считаем, что, подозреваем, что, наверное, Бога нет, раз мы постоянно оглядываемся на то, что, а вот, что с нами случится, и прочее. Ведь если бы вдуматься, если бы все христиане последовали, вот, к примеру, первых, самого Христа и первых, вот, праведников, да, это и христианских, то, может быть, и мир был бы другим. Он ведь и стал другим благодаря им, ведь, на самом деле, все, что в мире изменено, изменено, вот, ну, кровью праведников, а как иначе? То есть все, на самом деле, полито, обильно кровью этих людей. Именно они ведь мир изменяют. Они те, которые вот сидят, условно говоря, в компромиссии, да, там, условно называют себя христианами, как бы. Они считают, что они сделают все, что они только могут. То есть ничего не делая, там, ходят в церковь, молясь, они считают, что делают все, что могут. Да, и так они Бога возлюбляют. Формальности ему отдает, только Богу Божьи, а там, а, 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 кесарю кесарю. То есть воздают каждому по-достоински. Ну да, на работе взятки берут отцепки. И проще, проще, да. Человеку человеческое, да, можно дальше продолжить. Но, тем не менее, на самом деле, факт состоит в том, что в полсилы, он живет в полсилы, как бы, и почему он, ну, это, его жизнь должна продолжиться. Дело не в награде даже, вот, кстати, про награду мы не говорили. Когда человек так вот двигается в совершенстве к Богу, то он никакой награды ведь не требует и не ждет. Нет никакой награды. Не то, что ее нет, мы просто об этом не знаем, есть она, нет, но просто... Но он действует из любви. Да, действует из любви, это не из награды. Только из награды действует некий, наемник действует из награды, да, это совсем другое отношение. Кстати, между прочим, по поводу этих трех развлечений, раба, наемника и свободного, да, сына, на самом деле, развлечение есть у Авы-Дорофеи. У Доботолюбия есть. У Доботолюбия, ну, это и есть Авы-Дорофей. То есть, это на самом деле засвидетельствовано святыми отцами, да, то есть, это развлечение не просто, опять же, с потолка. И вообще мы, вот, в том видении христианства, которое хотим дальше развивать, да, ну, в философском отношении, с помощью попытки осознать Бога как сознание, да, и взаимоотношения Бога и человека на базе сознания. Мы как раз будем опираться вот на это, вот, на это понимание христианства, оно является, вот, действительно, богословским засвидетельствием. Ну, мы фактически оттуда открываем клуб самоубийц. То есть, мы тут должны меньше такое придумать, чтобы было нам, ради чего мы готовы были вымелеться. Да, не, ну, подумай сам, одно дело обсуждать это, другое дело это действовать в соответствии с тем, что обсуждаем. Ну, это, да, это отмазки всех. Ну, это отмазки, да, согласен. Не знаю, удалось ли нам обрисовать, как бы, вот, хотя бы в неком кратком обрисе то, что представляет собой христианство. Ну, мы сделали какие-то ссылки по поводу того, что можно еще посчитать. Просто, если бы мы занимались этим подробно, то мы обсуждали это, ну, может быть, с такими перерывами, там, два года, и трудно уложить, там, какое-то отдельное сообщение, там, все, что мы за это время наработали, да, вот. Вот. Некоторое основное камву, да, представление о том, что представляет собой христианство, в отличие, скажем, от религии ветхозаветной, да, мы указали. И это важно. Потому что очень важно понимать, в чем же отличается, на самом деле, вот, христианство, скажем, от... Не, ну, потому что, наоборот, я где делал? Чего людям-то не хватает, чтобы... Да ты, Валя, все практически каких-то выводов хочешь? Да дело же не в практически вывод. Сначала надо понять, что такое христианство, а потом уже практически вывод — это совсем другой разговор. Я не практически вывод. Ну, а что ты хочешь? Как надо жить? Почему не получается? Ну, не получается. Ну, природа такая у человека. Вот про Аристотеля я рассказывал. Почему не получается? Есть стремление внутреннее? Есть. А почему не получается все к Богу? Почему мир бесконечно движется к Богу и прийти к Нему не может? Даже безотносительно людей. А взять просто Аристотель. Все природное движется к Богу. А почему прийти-то к Нему не может? Ну, что говорить-то об этом? Природа такова. Единственный ответ здесь может быть. Так устроена природа, природа такова. Ничего нельзя здесь делать. Наверное, у человека природа выше. Наверное, человек может как-то продвинуться. Может быть, в каком-то бесконечном прогрессии это, наверное, и случится обновление там какое-то, да? Мир и небо там. То есть как там небо и земли и прочего. Ну, а сколько надо к этому двигаться? Я не знал от тебя этих выводов, чтобы ты их сказал. Так значит, надо заниматься не тем, чтобы безнадежно пытаться построить Царство Божие. Но это противоречит тому, в чем указан смысл этого. Почему церковь пошла другим путем? Почему она пошла в контракт? Церковь пошла другим путем, потому что есть понятие самосохранения. Она должна была сохраниться. И даже если это воспринимать не утилитарно, а в смысле как бы разумности, она решила этот свет нести дальше. Сейчас условий нет. И может быть не будет еще долго. Но что-то меняется. Вдруг наступит момент, когда условия создадутся. Правильно? Мы же когда-то говорили, на прошлом семинаре мы говорили об этом, что люди когда-то мечтали летать, а не было возможностей. Но вдруг они полетели, потому что появились эти возможности. Люди когда всю историю мечтают о братстве. Ну, не знаю, в древние времена считается, что было братство. Ну, допустим, даже если его не было. Ну, допустим, даже если мы потеряли это братство, мы хотим его восстановить. Сейчас этого возможности нет. Ну, или есть отдельные локальные возможности. Да, у кого-то там. Для каких-то отдельных особых людей, которые смогут объединиться, смогут преодолеть вот эту свою свой эгоизм, да, вот это себя-любие какое-то, да. Могут найти вот это братское основание. Как Сережа заговорил. Посмотрите. Да я не как Сережа заговорил, а просто слова везде одни и те же, что ли. Сколько уже можно говорить о словах? Это же слова же. А суть-то вопроса в чем состоит? Ну, тем не менее, может быть, когда-нибудь эти осуществятся возможности, и можно будет построить это царствие Божье так, как оно есть и как оно задумывалось изначально. Может быть. А может быть, это вечная идея, которая никогда не осуществится. Может быть, и так. Но мне кажется, на самом деле, что поскольку в ней так много разумности, поскольку она так много людей понимает и ее осмысленность, и так много христиан, даже, допустим, пускай может быть пассивных, но тем не менее христиан, то мне кажется, рано или поздно все-таки она должна победить. Синь победишь, понимаешь? Так интерпретировать. Смотреть, совершенство уже нет предела. Да. И общество человеческое все равно будет совершенствовать. Все равно и так совершенствуется. Может быть, царство Божье уже есть? Нет. А, ты имеешь в виду, что тогда уже оно возникло, Христом проповеданное, оно просто потихонечку, как... Помнишь, про зерно мы говорили, да? Что не это посеяно зерно, и не знает... Как оно всходит, как оно растет, как оно растет. Он спит, и государство, церковь, это уже есть царство Божье, оно постепенно, постепенно будет совершенствоваться. Может быть и так. Конечно же, пути Господни, что называется, неисповедимы. И как-то есть некая логика в этом. Тогда не в этом, нахер на этой Евангелии было? Да дело не в этом. Дело просто стоит в том, что ты сам пойми. Мы же тоже эту вещь обсуждали. Одно дело, когда это случится когда-нибудь, это для человечества. Ведь важно, что для нас, что нам-то с тобой сейчас делать. Ведь у нас же с тобой личные отношения с Богом. У каждого из людей личные отношения с Богом. И для каждого людей важно именно сейчас, здесь и сейчас решить. Мы же не можем сказать, а это когда-нибудь осуществится, а мы теперь, мы типа ни при чем. Ведь это же зов прямо к нам, к каждому. И сессация Божьего здесь и сейчас уже есть. Да, это зов ко всем на протяжении многих тысяч лет. Правильно, так может быть мы должны уже сейчас это сделать, значит? Мы должны сделать все, что мы можем. Ну мы можем что-то, мы должны делать. Что мы можем, наверное. Ну, так и люди многие могут, и многое что делают даже, более того. Вопрос даже в этом, что много что делают. Но мы все-таки не пупки свои не рвем, наверное. Мы делаем мало все равно, даже если мы что-то и делаем, то все равно мало. Продолжение следует...